здравствуйте друзья вопросик я молодой человек 34 лет 34 года ему живу в россии имею стойкое желание эмигрировать ради будущего своего ребенка желание дать ему возможности обучаться жить в нормальных человеческих условиях и готова ради этого пахать не щадя живота своего хорошо моя жена до недавнего времени была солидарна со мной и полностью поддерживала однако под влиянием родни твердо решила остаться в россии при этом она не отрицает что жизнь становится с каждым годом месяцем и днем все хуже и хуже у нормальных и нормальных условий для жизни и роста детей у обычных людей как мы тут не будет ближайшие лет 40 дочки на сегодняшний день пять лет в связи с полным отказом супруги от идеи переезда я пришел к следующему выводу ехать одному турвиза и получение политубежища план едет один воссоединять ребенка как только это станет возможным возможно причины для меня очевидны и стоят того чтобы достаточно долгое время быть вдали от ребенка ведь цель в итоге одна ребенок должен жить учиться работать сша я понимаю что до момента когда я смогу увидеть ребенка пройдет не один год будет затрачено огромное количество усилий и времени но считаю что игра стоит свеч спросить совету мудрых людей и выслушать их мнение я не имею возможности так как мое окружение патриоты ежедневно изучающие почти все выпуски новостей поддерживающие власть и сложившийся проворабавшийся строй со всеми вытекающими особенностями общения в связи с этим хотелось бы услышать ваше мнение о принятом мною решении прав ли я в своих намерениях сделать все от себя возможное чтобы дать своему ребенку право на лучшую жизнь хотя бы предоставить возможность выбора коего у меня не было никогда даже уехав одному или же я не вижу всей картины целиком ну что друзья сказать тут на самом деле очень сложная ситуация первая мысль которая меня вот возникла такая она как афоризм такой что когда не щадишь живота своего главное иметь голову на плечах понимаете потому что можно так живота не не пощадить что и как бы весь смысл потеряется вот этого не щадения так что ну да с другой стороны человек советуется он как бы спрашивает понятно понимаете история можно конечно ради будущего ребенка там когда этот ребенок станет достаточно большим чтобы принимать такие решения значит вот можно да там оставить его пятилетнего и чтобы он вырос без отца даже я не знаю что сказать это 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 очень болезненная штука кого-то ребенок растет без отца это как вообще то есть папа где то есть но далеко больше того папа скорее всего за это время обзаведется другой семьей как его другая семья там отнесется к этому ребенку и его воссоединению там совершенно непонятно мама может категорически возражать против воссоединения ребенка с папой в том смысле в какого ребенок еще маленький да вы в этом вот возрасте допустим папа обустроился там через пару лет не значит что мама хочет отдать ребенка там 7 8 летнего этому папе который всех бросил уехал там непонятно чего то есть есть конечно какие-то варианты более благоприятные все очень сильно зависит от того какие отношения между мужем и женой там и так далее плюс тут еще родня влияет я так понимаю но какие отношения между ними потому что если отношения такие что уехал и там и до свидания это одно если отношения такие что все-таки они крепкие и вот это испытание но приведет к тому что мать скажет ребенка да жена скажет ну хорошо ладно мы воссоединяемся то есть что будет сильнее что будет доминировать в условиях когда нужно выбрать когда человек говорит женщина когда она говорит хорошо я я я сохраняю семью и так далее хотя бы я бы лучше оставалась тут и или родня которая ей говорит да брось ты его нафиг то вот он с него толку не будет и так далее я думаю еще также что помимо патриотического настроя родителей девочки жены я думаю тут может быть другой фактор вот представьте себе такую картину экстремальную вы говорите там я не знаю как ее зовут я бы там ну допустим ведь люсь есть миллион баксов поехали в америке поживем она год а чё можно и в америке год она что не пожить то правда когда есть миллион бакс но него же нет миллион баксов у него и полмиллиона нет у него может быть и 50 тысяч тоже нет а здесь мать у нее ребенок она какой-то стабильности ищет для своего ребенка и представьте ситуацию она согласна с ним в том что ситуация ухудшается но при этом ехать с ним за границу не хочет давайте вообще переезжать не хочет потому что она возможно чувствует что вот ей тут не важно а еще куда-то уехать вот с ним да может еще хуже будет то есть скорее всего это значительной степени вопрос отсутствия доверия к его способности как-то вот обустроить семью на новом месте может может быть в этом причина я не знаю но правда вот мы с вами все да мы все слышали письмо мы все смотрим со стороны каждый из нас увидел какую-то картинку да у него сложилось голове что там происходит но мы же не знаем правда мы можем так поболтать комментарии напишут там одни скажут там бросай дуру поезжай другой скажет как ты можешь вообще ребенка там оставить без отца третий еще через к этому быть там сотня разных мнений но никто никто же за него не решит поэтому получается я как бы положение человека который должен на основе там жизненного опыта что-то такое сказать ну поделиться своим мнением мое мнение такое если так мы просуммируем мое мнение такое если это твоя семья если ты хочешь ее сохранить если ты хочешь как сказать не оставить ребенка такой без отцовщины что сама по себе травма колоссальная и так далее то решай свои вопросы без экстрима то есть это моя семья мы действуем как семья но в конце концов в семье но кто-то должен решение принимать для семьи кардинальное значит получается что решение принимает жена то есть она говорит мы едем или мы не едем то есть он люсь там поехали может быть сидим дома и ну хорошо сидим дома или ах так тогда я поеду один но он за семью как бы не ответчик он не может сказать да вот я все тоже та же самая история только это не давни в москве не в питере там не в новосибирске а где-нибудь я не знаю там на кавказе он говорит жене дагадь джина гать фатима поедем ну и там я не знаю где-то какое-то имя едем в америку конечно то есть вопрос то нет муж сказал едем начать есть глава семьи он принимает решение жена говорит желаю поддерживает во всем вот если если отношений таких нет что он принимает решение она его во всем поддерживает тяжело да правда вот поэтому в первую очередь вы должны в своей семье разобраться но тут получается такая история что все как вот ребенок 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 все вокруг ребенка дать ребенку возможность и так далее если вы дадите ребенку возможность расти в хорошей семье где есть взаимопонимание там любящие родители где этому ребенку как бы дают возможность получить хорошее образование где ему прививают какие-то нравственные ценности где например этот ребенок может получить там ходовую профессию международного плана где он может потом где он будет знать языки иностранные и так далее да этот ребенок сам легко справиться со всеми этими делами мне ничего такого нет мир становится все более и более открытым ради поэтому может быть ребенок сам тогда уже как-то определиться если если ребенок стоит двумя ногами прочно на земле и у него поддержка со стороны родителей там и тогда с другой стороны конечно есть есть шанс что вот будет еще один такой я нашел патриот там в письме без кавычек было но я бы кавычки поставил вот такой вот патриот тоже может такое вырасти но опять но это ее жизнь это ее путь это если вы для себя готовы сказать хорошо нет у меня той семьи которая была нужна я уезжаю и начинаю новую жизнь в новой стране это было бы тяжелым но относительно понятным ходом но все равно семьи нет ну что там уже и ломать нечем это это один разговор но когда вроде семья есть и выгодите я это не для себя а я это вот для ребенка чтобы у него хотя бы возможность было и так далее я думаю если вы ребенка спросите но я я уж не говорю даже пятилетнего до пятилетнего вам точно скажет что ему ничего такого не надо либо мама и папа рядом были но спросите этого ребенка когда ему будет 20 лет не факт ведь он может никогда и не простит вот этого поэтому даже не знаю так сильно так сильно ответ зависит от отношений в семье что это за семья такая если жена его поддерживала все-таки все-таки она его поддерживала то есть она была с ним как бы вот на одной волне я я думаю что ему надо было бы понять что произошло с этой волной почему они больше не на одной волне то есть он говорит про родню но все-таки муж гораздо ближе чем родня я думаю что это не только родня вот вот такое у меня ощущение что не только в родне дело вот поэтому если это действительно так то соответственно должен понять что ему надо сделать чтобы они сказали давай жена чтобы сказала давай и родня уже уйдет на второй на третий на десятый план так мне кажется вот вот может быть вот в этом звене что то что то не работает поэтому я бы так посоветовал вот такой относительно короткий у нас разговор и я конечно очень желаю чтобы чтобы мечты сбывались эмиграционные так эмиграционные какие есть мечты пусть бывают самая самая завиральная мечта самая завиральная мечта уходит неизвестно куда вот когда ей когда я удается сбыться понимаете самый лучший способ избавиться от завиральной мечты это дать ей осуществиться поэтому если мечта завиральная начало идет самого по себе так смеяться потом будет а когда мечта пусть даже завиральная но вот он уперся и не идет и не идет это становится уже доминанты и там в коре головного мозга и уже вообще жить нельзя поэтому пусть мечты сбываются и конечно я как человек такой очень выросший в хорошей семье такой знаете с традициями с очень крепкими связями и я я надеюсь что и моя семья такая тоже я конечно очень больно воспринимаю мысль о том что ребенок может остаться без отца для меня это очень трагичная штука честно поэтому если вот меня спросили то я бы вот так и может быть на этом и закончил счастливо